Аллея на Малахово, пожалуй, излюбленное место встречи прогулок для многих барнаульцев. Ее символом и координатой уже больше 40 лет являются эти часы. И если барнаульцы назначают друг другу встречу, то обязательно указывают эту точку. И по словам самих жителей, сверять время по этим часам уже стало традицией. Итак, на моих 15-10 и все с точностью до минуты. Здесь же несколько лет назад установили аллею памяти военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, куда ежегодно со всей России съезжаются люди, чтобы почтить память героев. Каждый сезон аллею приводят в порядок. Однако на ней еще есть участки, которые предстоит доработать. Ведь протяженностью она 55,5 тысяч квадратных метров. От улицы Георгия Исакова и до улицы Антона Петрова отсутствует благоустроенность, то есть отсутствует и плиточное покрытие, другие элементы благоустройства. И как раз хотелось бы, чтобы в рамках голосования за общественные территории жители Ленинского района приняли активное участие и проголосовали. Конечно, надо же сделать логическое завершение, продолжение этой истории. Мы за ней ухаживаем. Вот сегодня у нас в рамках чистого четверга ребята, 75-я школа работают. Завтра будет 131-я гимназия здесь работать. Эта площадка уже становится центром притяжения. Мы проводим тут мероприятия и патриотического воспитания, и просто праздники мы делаем. С удовольствием хотим, чтобы это было. Сейчас мы даже рады. Посмотрите, скамеечки, какие здесь хорошие поставили. Сядешь на Клюба, дорого посмотреть. Спасибо всем тем, кто вот так вот ухаживает. Облагораживает нашу территорию. Барнольцы могут сами выбрать, какие территории будут благоустроены в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды на 2024 год. В голосовании участвуют 37 точек города. Кстати, за две недели набралось уже больше 23 тысяч голосов. В лидерах пока Сиреневый бульвар и бывший парк культуры и отдыха имени Ленина. Помимо того, что люди голосуют за благоустройство общественной территории, которая выбирается вот в этом году, они параллельно еще принимают участие в голосовании по дизайн проекту парка «Юбилейный». Возможно, это будет упор сделан на спортивной площадке, а возможно для места проведения досуга и отдыха. Голосовать можно до 31 мая с 14 лет и несколькими способами. На странице за городсреда.ру посредством авторизации через портал Госуслуги и также на официальном сайте Барнаула через виджет общественного голосования Госуслуги «Мой выбор, мое будущее». Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.